Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью или четвёртую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? Для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идёт нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту. Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья, помните, что сейчас нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать. Дорогие товарищи! Всебирный совет мира оказал мне высокую честь, присудив мне международную премию мира. У нас, советских людей, вся наша повседневная работа неразрывно связана с благородной пропагандой мира во всём мире. Великое счастье быть членом такого замечательного коллектива, каким является небывалое в истории человечества братское и трудолюбивое содружество советских людей. Мне хочется сегодня с большой радостью отметить радующие нас успехи сторонников мира во всех странах нашей планеты. Я хочу послать сегодня мою горячую признательность Всемирному совету мира, его председателю Жолио Кури и всем членам Всемирного совета мира, принявших участие в присуждении мне этой высокой и почётной награды. Высокая награда обязывает меня всегда бороться за мир и дружбу между народами, так, чтобы быть всегда достойным той высокой награды, которая мне вручена сегодня, так, чтобы всегда с честью носить высокое звание сына великого советского народа, стоящего во главе великого движения за мир и дружбу между народами во всём мире. Дмитрий Дмитриевич, я хочу начать нашу беседу с вопросом, может быть, не слишком оригинального, но, несомненно, интересующего очень многих. О ваших творческих планах, о музыке, которую вы сейчас пишете. У меня личных планов очень много. Сейчас период собирания мыслей об опере, о музыкальной комедии. Есть у меня одна очень серьёзная мысль по поводу написания оперы, но пока не будет готова хотя бы одна десятая этого произведения. Не хочу выдавать вексель. В настоящее время я начинаю писать музыку к большому двухсерийному кинофильму «Гамлет», который ставит режиссёр Григорий Козинцев. Я уже видел некоторые отрывки из этого фильма. Надо сказать, они произвели на меня очень большое впечатление. Мне хочется хорошо, так сказать, выполнить свою задачу, написать музыку к этому фильму. Я «Гамлета» видел много раз в разных постановках, но мне кажется, исполнение роли Гамлета Самоктиловского – явление выдающееся. Вслед за «Гамлетом» буду писать музыку к кинофильму «Карль Макс», который ставит режиссёр Григорий Рошаль по сценарию Галины Серебряковой. Это тоже, конечно, задача для композитора в высшей степени трудная. Да и, я думаю, не только для композитора, а и для артиста, который будет создавать образ великого основоположника научного коммунизма и для режиссёра, и для всех, конечно. Я собираюсь к 100-летию добровольного вхождения Киргизии в состав России, которая исполняется очень скоро, написать музыкальное произведение на киргизские и русские темы. Это будет увертюра или небольшая симфоническая поэма. Когда я её напишу, я поеду в Киргизию, чтобы республика приняла это сочинение у меня в качестве подарка к юбилею. Я получаю по почте сейчас немало, так сказать, или бреты для музыкальной коммерии, или для опереты, но пока это не удовлетворило меня. Квартет девятый у меня не закончен. Это мне работы на год, может быть, до и на полтора. В этом году вы много ездили по стране. Хотелось бы узнать, каковы ваши впечатления о музыкальной жизни тех республик, где вы побывали. Что вам особенно запомнилось из произведений ваших коллег? За последнее время Союз композиторов РСФСР и Министерство культуры РСФСР организовали декады русской советской музыки в Молдавии и в Киргизии. Обе декады были организованы очень хорошо, и это были подлинно массовые народные декады. Мы ездили по колхозам, мы выступали в рабочих клубах, в дворцах культуры, в колхозных домах культуры, на стадионах и на открытом воздухе. Нужно достаточно сказать, что наша киргизская группа сделала не меньше 3000 километров по стране. Прием нам оказанный и отклик, который был в этих республиках, нас очень обрадовали. Мы видели замечательных людей, замечательную работу рабочих, колхозников, трудовой интеллигенции. Мы познакомились с творчеством композиторов молдавских и киргизских. Мы очень обрадовались их активной творческой работе, и я лишний раз могу порадоваться тому, как серьезно и как глубоко работают наши товарищи и друзья-музыканты в Молдавии и Киргизии, создавая прекрасную советскую музыкальную культуру. Я думаю, что эти декады, которые прошли с большим успехом, следует нам проводить и в будущем. В настоящее время мы ведем подготовку декады русской и советской музыки в Армении, которая так намечена провести весной будущего 64-го года. Думается мне, что эти декады должны быть проведены и в других наших союзных республиках. Творчество российских и советских композиторов представляет, конечно, большой интерес для наших друзей в союзных республиках. Надо организовать и ответные декады или недели музыки наших союзных республик в городах Российской Федерации. Мне показал Александр Рутинян начало своей оперы Саяк-Нава, которую он делает к юбилею этого замечательного человека. Мне показал свою симфонию Григорий Игорь Зарян. Надо сказать, что армянская композиторская композиторская одна из самых сильных у нас в союзе. Очень много работает над созданием социалистической музыкальной культуры в Армении. Я давно нахожусь в самых дружеских и творческих контактах с моими армянскими друзьями. И вот моя поездка этим летом в Армению личный раз убедила меня, что армянские композиторы работают очень много и очень интересно. Хотелось бы мне также упомянуть, что за время пребывания в Армении я побывал у великого художника Мартироса Зарьяна. Я не искусствовед и, может быть, недостаточно хорошо разбираюсь в живописи, но каждое посещение его студии производит на меня огромное впечатление. Могу похвастаться и порадоваться, что за полтора часа Мартирос Сергеевич нарисовал мой портрет, по-моему, который является самым лучшим портретом, какие когда-либо с меня рисовали. Дмитрий Дмитриевич, Вы работаете в различных жанрах музыки – симфонической, оперной, легкой музыки. А вот как Вы относитесь к джазовой музыке? Джазовой музыки, как таковой, по-моему, не существует. Существует хорошая музыка, написанная для джаза, а джаз – это есть музыкальный ансамбль, есть квартет, есть трио, есть симфонический оркестр, есть духовой оркестр, есть джаз-оркестр. Для джаз-оркестр должны быть такие же строгие и серьезные требования, как ко всем другим музыкальным ансамблям. Музыка должна быть с хорошим вкусом. К сожалению, у нас еще бывает в джазовых ансамблях почему-то известная развязность и какая-то вольность, что ли, поведение и на сцене, и даже в самом исполнении. Это глубокое заблуждение. Я за развлекательную музыку. Я даже считаю, что в этом отношении наши композиторы должны учиться у классиков. Ибо, скажем, Бетховен, Ичайковский, и Глазунов, Римский, Корсаков, Глинка, они писали очень глубокие вещи и писали музыку легкую и развлекательную. К легкой и серьезной музыке должен быть одно и то же строгое отношение. Хороший вкус, хорошая музыкальная культура, здоровая идейная направленность. Музыку дурного вкуса для джаза писать также недопустимо, как и для симфонического оркестра, для струнного оркестра, для хора, для квартета, для трио и так далее. В связи с тем, что вы говорите, возникает вопрос о развитии музыкального вкуса. Во многом это зависит от наших школ. Видимо, именно здесь должно быть положено начало пониманию музыки. Дмитрий Дмитриевич, как, на ваш взгляд, должно быть поставлено музыкальное образование в начальной школе? И тут мне бы хотелось вспомнить замечательное высказывание Виктора Гюго, который утверждал, что воспитание детей должны быть трезвленных элементов. Цифра, буква и нота. К музыкальному образованию должно быть такое же серьезное отношение, как к преподаванию других предметов. Необходимо с самых юных лет воспитывать хороший вкус. В каждой нашей начальной школе должны быть хорошие преподаватели пения. Но научить петь – это, так сказать, одно дело. А кроме того, важно то, что петь. Чтоб наши дети пели лучшие произведения классики советских композиторов, лучшие произведения зарубежной музыки и, конечно, народные песни. Надо начинать с самых первых классов. Мне кажется необходимым, чтобы, скажем, уже школьник владел нотной грамотой, чтобы он мог бы, скажем, записать какую-нибудь понравившуюся ему мелодию, чтобы он мог бы даже ее обработать. Тогда, понимаете, исчезнет дурной вкус. Я лично считаю, что музыка, как орудие нашей идеологии, одно из сильнейших. И поэтому Министерство Просвещения должны особо серьезное внимание именно сейчас обратить на музыкальное воспитание, на введение всеобщей музыкальной грамотности. Сегодня у нас, музыкантов, большой праздник. Мы открываем второй международный конкурс имени Чайковского. Завтра утром в двух лучших концертных залах Москвы молодые исполнители начнут соревнования, которые по своему размаху и уровню явятся одним из крупнейших в мире. Как музыкант я счастлив. Как советский гражданин я горжусь тем, что моя страна созвала и добросердечно принимает в столице столь представительное и уважаемое собрание музыкантов. Как человек своего века я радуюсь тому, что конкурс имени Чайковского духом своим и направленностью утверждает благороднейшие идеалы, близкие всему прогрессивному человечеству. Музыка объединяет людей. Ее язык не нуждается в переводе. Понятная всем и каждому, музыка несет человеку радость и вдохновение, обогащает, безмерно раздвигает горизонты его жизни. Вот какой силой и властью обладаем мы, музыканты. Но эта великая сила нашего искусства налагает на нас и великую ответственность. Мы должны всегда помнить не только об эстетическом, но и об общественном значении музыки. Я хочу сказать это именно сегодня, как напутствие молодым талантливым музыкантам, которые выходят на дорогу большого искусства. Это вовсе не мое личное откровение. Это завет всех истинно великих художников прошлого и современности. Завет гениального русского музыканта Петра Чайковского, имя которого торжественно осеняет наше собрание и начинающийся завтра конкурс. Как председатель оргкомитета конкурса имени Чайковского, я хочу воспользоваться случаем, чтобы от вашего имени публично поблагодарить и приветствовать членов жюри и почетных гостей, среди которых мы видим выдающихся музыкантов, артистов и педагогов из многих стран мира. Программы конкурса на редкость обширно разнообразны. Помимо произведений Чайковского и других классиков, мы несомненно услышим музыку и современных авторов. Это отрадный факт, свидетельствующий о растущем художественном кругозоре молодых артистов. Я полагаю, всем нам и членам жюри и слушателям в равной степени будет интересно следить за тем, как исполнители станут искать собственное толкование классической и современной музыки, проявлять свою натуру, интеллект, национальные черты характера. Конкурс наш пройдет хорошо и в итоге определит сильнейших и достойнейших победителей. Я желаю больших творческих успехов каждому участнику конкурса. Благодарю вас за внимание. Над этой симфонией начал я уже думать тогда, когда закончил свою одиннадцатую симфонию, посвященную русской революции 1905 года. Двенадцатая симфония является как бы продолжением одиннадцатой симфонии. И она навеяна Великой Октябрьской социалистической революцией. Я долго думал о симфонии и много над ней работал, но так вплотную уже занялся работой симфонии весной, примерно летом 1961 года. Мне очень хотелось, чтобы она была бы закончена к 22-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. И мне это сделать удалось, мне удалось закончить симфонию к этой исторической дате в жизни нашей Родины. Симфония состоит из четырех частей. Симфония программная. Первая часть называется «Революционный Петроград». Вторая часть называется «Разлив». Третья – «Аврора». Четвертая – «Заря человечества». Все эти части навеяны событиями Великой Октябрьской социалистической революции. Конечно, на сочинение моей 12-й симфонии очень многое подействовало. И произведения литературы, и кино, и нашей живописи, и поэзии. Но я думаю, самым главным таким творческим импульсом для меня послужило и то, что я сам, хоть и в очень молодом возрасте, был свидетелем Великой Октябрьской социалистической революции. Я жил тогда в Петрограде, и все события того времени запомнились мне на всю жизнь. «Иногда обращаются к композиторам, к писателям, к художникам с просьбой рассказать о своих собственных произведениях, как над ними шла, так сказать, работа. Я должен сказать, что лично мне довольно трудно говорить о своих сочинениях. Мне кажется, что все, что я хотел сказать, я уже сказал своим сочинениям. Мы будем петендировать в 14-й симфонии. Я хотел бы, значит, сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Это учение, симфония, состоит из 11 стихотворений разных проектов, каких я сейчас скажу. Знаете, читать, читать книги я не могу, я их плохо читаю, но вкратце расскажу о содержании всех этих разных стихотворений. Первые два стихотворения – это Федерико, Лангель, Блок. Первое стихотворение называется «Депрофундис», где он ждет речь о таком очень торжественном, таком суровом, суровом покое, которое бывает на кладбищах. Второе стихотворение, тоже как Североха, «Малагенья». «Малагенья» – это испанский танец. Дело происходит в таверне. В таверне происходит пьяные браки, поножовщина. Туда являетесь, приходит и ходит смерть, добирая, видимо, обидное жаркость в этом кабаке. Дальше идет шесть стихотворений Гиома Аполлинер. Третий стихотворение – Лорелея. Это легенда о Лорелеи, которую судья, епископ, присутствует за точением монастыря, за ее красоту, за ту его, которая она внушает мужскому населению. Но Лорелея, значит, из-под стражи убегает, и падает в рейд, где и чудится, что ее ждет ее полюбийца. Четвертое стихотворение тоже Гиома Аполлинера «Самоубийца». В нем идет речь о спраганиях и мучениях, самоубийцах. Гиома Аполлинер «Самоубийца». Пятое стихотворение на чеку. Эта пуля настигает солдат. «Самоубийца» или «Волочь дубленная», значит, вот, предчувствует это несчастье. Следующее стихотворение – это, по-видимому, эта, на самом деле, женщина, которая любила вот такого погибшего солдата Смебны, и происходит, так сказать, истерика по поводу вот той несостоявшейся любви. Седьмое стихотворение тоже Гиома Аполлинера. Речь идет о благородном, порядочном, умном человеке, испытывающем величайшую недлилость и противствующем по поводу этой несправедливости. Следующее стихотворение – Вильгельма Кухенбекера, русского поэма «Декабриста», которое послание своему другу «Дельный Бог». В нем там идет речь о красоте творчества, о красоте любых и светлые идеалы, о красоте дружбы. И перед вечером уйдет стихотворение письмо запорожских казаков Константиновского султана. В этой стихотворении, в этой части, большое негодование и нервность по всему злу, подлости, грязи и нервности. Следующее стихотворение – послание к Вильгельму, я о нем уже рассказал. Это о красоте жизни, творчества, дружбы, борьбе за светлые идеалы. Предпоследнее стихотворение – это скорбь о том, что в кончавшемся великом поэте. И маленькое стихотворение говорит о том, что нас всюду отстерегает свет. Вероятно, вас тоже заинтересуется, почему же я бы решил так много внимания уделить вот тому, востокому и ужасному нервнию, которое существует как смерть. Не потому, что мне уже много лет, и не потому, что вокруг меня, так сказать, уважаем языком от телевизоров падают по этим снарядам, и я теряю своих друзей, близких. А мне хочется вспомнить слова замечательного советского писателя Островского. Всю жизнь дана только один раз, и надо ее прожить во всех отношениях честно, красиво, и так, чтобы никогда не совершать постыдных поступков. Я отчасти как-то пытаюсь полимизировать с великими классиками, которые затрагивали тему так же смерти в своем творчестве, и, как мне кажется, ну, то есть вспомним смерть Бориса Годунова, когда Борис Годунов, значит, вспомнил, то наступает такое-то, такое-то, значит, просветление. Вспомним Верди, Отелло, когда вся прагенция кончается и гибнут Десдемона и Отелло, это тоже очень прекрасное успокоение поступает. Вспомнил Аиду, когда обстоят тоже прагедическое гибель героев, в области с чайной такой светлой музыкой. Думается мне, что и у нас современники, скажем, выдающиеся амбиции и композитор Бенземин, его бы я тоже упрекнул, вот его бы я бы далекий уменьшил. Все это, может быть, мне кажется, происходит как разного религиозных учений, которые вот учили тому, что жизнь, так сказать, может быть и плохо, жизнь, но когда ты в детстве врешь, то все будет хорошо, и тебя там ждет полное успокоение и так далее. Вот мне кажется, что вот отчасти я, может быть, иду по запам великого русского композитора Мусорфикова. Его цикл «Петь мне и прятки смерти» может быть не все, но это полководец. Это большой протест против смерти и напоминание о том, что надо, вы понимаете, жизнь свою прожить честно, благородно, порядочно, не совершать плохих поступков никогда. Потому что, увы, и все равно не так, скоро ученые наши задумаются о бессмертии, нас это ждет даже всех. И поэтому, ну, ничего хорошего в таком конце нашей жизни я и стараюсь об этом, так сказать, рассказать вот в этом самом произведении, которое ведет вашего внимания. «Сейчас мы будем играть, это где-то у нас репетиция. Мы хотим сделать такую для нашей работы необходимо, сделать такую пробную историю запись, потому что я первый раз пишу для камерного отец сочинения, и это нам поможет получить эту самую запись. В будущем можно справить известные, там, может быть, дефекты, которые будут звучать. Поэтому я большая просьба к тем товарищам, у которых, скажем, есть ноты, перелистывать тихо, дабы, так сказать, негативы, скажем, посторонние звуки. Они приникальны, действительно. АПЛОДИСМЕНТЫ Carly Дорогие товарищи, дорогие друзья и коллеги, уважаемые гости, сегодняшний весенний день волнует нас по-особому. Мы собрались в Кремле, где проходят съезды и пленумы нашей партии, в сессии Верховного Совета принимаются важнейшие партийные и государственные решения. Это большая честь для нас, музыкантов. И она обязывает ко многому. С этой высокой трибуны мы должны начать обстоятельный, откровенный, подлинно-партийный разговор о насущных проблемах советской музыки, о путях ее дальнейшего развития и совершенствования. Предыдущий свет композиторов состоялся около пяти лет назад. Срок как будто бы и небольшой, но как много вместил он событий, дел, совершений, свидетелями и участниками которых мы с вами были. Крупнейшее событие – 24-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Этот поистине исторический форум коммунистов стал могучим стимулом в труде и творчестве народов нашей страны, оказал самое благотворное влияние на общественные процессы, происходящие в мире. Современная жизнь захватывает, поражает своими контрастами. Гигантские социальные сдвиги и непримиримая борьба идей, созидательный труд миллионов и вспышки военных конфликтов, ошеломляющие победы человеческого разума и разнузнанное попрание нравственных норм. Во всем выступает та или иная грань окружающего нас мира. Художник, если он по-настоящему чуток и зорок, не может ни запечатлеть, ни отозваться на эти сильнейшие жизненные импульсы. Он все слышит, все вбирает в глубины своего осознания и своей памяти. И поэтому в созданных им произведениях возвращает в жизни ее образы, ее краски, ее дыхания. Возвращает преображенными, заново осмысленными. Такова великая способность искусства. Рождаясь из жизни, снова уходить в жизнь, активно воздействовать на ход ее глубинных процессов. На 24-м съезде партии генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев говорил о возрастающей роли литературы и искусства в нашей жизни. Время подтвердило глубокую правильность этого положения. И потому сегодня, перед лицом народа и партии, мы прежде всего должны обсудить главное. Как влияет наша музыка на формирование мировоззрения советского человека, его нравственных убеждений, духовной культуры. Каково ее участие в деле строительства коммунизма. Это и есть высший критерий, высшая мера того, что мы с вами делаем. Известные слова Владимира Леонидовича Ленина о том, что наши рабочие и крестьяне получили право на настоящее великое искусство, что оно должно быть понятным ассам и любимое ими, обретает сегодня особое значение в творческой практике, в идейном споре с теми, кто хотел бы превратить искусство в пустую забаву, чиглярство, бессмыслительство. Известно, что за рубежом усиленно пропагандируется теория, согласно которой искусство создают отрешенные от жизни творцы для узкого круга избранных слушателей или зрителей. Всем же остальным предназначается примитивная продукция, возбуждающая самые низленные чувства человека, оглупляющие и принижающие его. Что сказать обо всем этом? Подобная теория в своей основе аморально, абсурдна. Настоящее искусство создаётся для человека во имя человека. Оно признано возвышать его, давать ему радость и надежду, делать мудрее и чище. Оно гуманистично по своей природе, иначе оно просто не искусство. Связь с народом, со временем, в котором живёшь – основа основ творчества каждого истинного художника. Верность этой заповеди всегда отличала наших великих предшественников, чьё наследие мы называем классикой. Мы также стремимся к тому, чтобы наше творчество отражало мысли и чаяния народа, служило его интересам. И тот, кто отрицает этот ведущий принцип реалистического искусства, кто противопоставляет себя народу, оказывается на обочине и жизни, и искусства. У Маркса есть замечательная мысль – опыт превозносит как самого счастливого того, кто принёс счастье наибольшему количеству людей. Мне кажется, товарищи, что эти слова мы могли бы поставить своим девизом, потому что подлинное предназначение музыки – дарить людям счастье, воспевать красоту жизни, звать на борьбу за лучшее будущее, что может быть выше и благороднее такой цели. Именно этой цели посвящён и наш труд. И мы говорим нашей родной коммунистической партии и её Ленинскому центральному комитету, что будем и впредь в высоко нести знамя советского искусства, будем верны его идейно-художественным принципам. Дорогие товарищи! История мировой культуры имеет свой календарь и свои праздники. Эти праздники удивительны и прекрасно заложены в них глубоким жизненным смыслом. Посреди нашей повседневности вдруг словно бы оживают, сходятся в фокусе все наши знания и чувствования того или иного явления искусства, и оно заново потрясает нас, и мы изумлённые, говорим в тысячный раз, как это прекрасно, как живо. Таким праздничным событием, объединившим сегодня миллионы людей во всём мире, является 125-я годовщина со дня рождения гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского. Миллионы людей во всём мире – это совсем не преувеличение. Музыка Чайковского вошла в жизнь многих народов, она буквально пронизывает каждый миг современного бытия человечества. Будучи глубоко русской национальными подухами, эта музыка несёт в себе высочайшие идеи гуманизма, она близка и понятна всем людям во всем временах. «Настоящий художник должен стремиться и пламенеть к самым широким и великим целям», – говорил Чайковский. И своим творчеством он подтверждает это. Как художник Чайковский поистине необъятен. Нет, пожалуй, в музыке такого жанра, в котором он не работает. Оперы, балеты, симфонии, кантаты, инструментальные концерты, увертюры, тьюиты, камерная музыка, романсы, хоры, пьесы для детей. Наконец, он был дирижером, критиком, педагогом. Его хватало на всех. Удивительно гармонировали в этом истощенном творчестве вдохновения и дисциплины. Чайковский был великий художник и великий тружинок. В сущности, эти два понятия для него были неотделены. Композитор не уставал повторять. Нужен прежде всего труд, труд, труд. Даже человек, одаренный печатью гения, ничего не даст ни только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться. Эта простая, мудрая мысль особенно дорога нам, людям нового века, новой сутиальной действительности, провозгласившей друг в святое обязанности каждого члена общества. Даже в самых сложных своих формах музыка Чайковского всегда кажется ясной и доступной. Она словно обобрала в себя и могуче преобразила вечные начала жизни, колыбельные напива детства, голоса родной природы, тембры и импанации человеческой речи, созданную веками народную песенность. Музыка всем нам кажется родной, она свободно и на ненавязчиво входит в человека, волнует его ум и сердце. Мы глубоко чтим память великого русского композитора. Мы называем дорогим для нас именем Чайковского города и пароходов, консерватории, школы, концертные залы. Мы ставим памятники, выпускаем медали и марки. Но высший памятник себе художник ставит в чувствах людей, и они отвечают ему благодарной и вечной любовью. Из века в век, из поколения в поколение переходит наша любовь к Чайковскому, его прекрасной музыке. И в этом ее бессмертие. Товарищи, торжественное заседание, посвященное 125-летней годовщине со дня рождения Пекрая Ильича Чайковского, объявляется открытым. Мне пришлось написать музыку почти к 30 кинофильмам. Много беседовали, спорили, обдумывали мы отдельные сцены, эпизоды и с Армштамом, ставившим картины «Подруги» и «Зоя», и с Козинцевым и Траубергом, режиссерами картин «Трилогия о Максиме, одна», «Пирогов» и «Белинский», с Юткевичем, с которым я работал над музыкой к фильмам «Человек с ружьем» и «Золотые горы», с Эрмлером, с которым я работал над кинофильмами «Встречный» и «Великий гражданин», с режиссером Довженко, фильм «Мичурин», с Герасимовым, фильм «Молодая гвардия» и многими другими режиссерами. Это тесное творческое содружество, неизменно приводившее к творческому взаимопониманию, было одной из тех ценностей, которые я получал от работы в кино. И вполне естественно, что плоды моей работы в кино благотворно сказались и на всей моей композиторской работе. Появлению ряда моих сочинений я обязан своей работе в кино. Работа над фильмом «Мичурин» привела меня к написанию оратории «Песнь о лесах». В процессе работы над музыкой к историко-революционным кинофильмам я много и внимательно изучал революционные песни, результатом чего явились мои 10 поэм для хора на стихи революционных поэтов конца 19-го и начала 20-го столетия. Этим я хочу подтвердить свои слова о том, что творческое общение с работниками кино и театра и работа над кинофильмами способствует разнообразию творчества композитора, помогают ему в его работе над созданием произведений в иных жанрах. Это, кажется, консерваторский, да? Да, это консерваторское такое время. Наверное, год 19-й, может быть, 20-й год. Это я тогда в консерватории занимался по двум специальностям как пианист и как композитор. Так что это, можно сказать, еще фотография, где я еще не решил, так сказать, окончательно стать композитором, а был еще и пианистом. Консерватория мне дала очень много. Ленинградская консерватория, там по композиции ведущее положение занимала школа римского Корсакова, потому что я учился у Максима Анастевича Стейнберга, композиция – это его ученик. И недавно, как раз, мне пришлось вспоминать о своих учителей. И вот все это владение, что ли, ремеслом музыкальным, там, полифония, инструментовка, гармония – это все обязан своим учителям вот в те годы, когда я учился в Ленинградской консерватории. А вот это что, у тебя еще есть фотография, да? Это фотография, по-моему, относится к периоду написания носа, да? Да, вероятно, так оно и есть. Это, например, 28-й, 28-й, что ли, может, 27-й, 28-й год эта фотография. Я уже тогда серьезно и много занимался композицией. Уже у меня были такие сочинения, которые и по сейчас исполняются. Да, вот, например, первая симфония уже была в это время зачинена. Тогда же была сочинена опера «Нос» по Гоголю. Много лет с тех пор прошло. И я очень хорошо помню эту постановку. Дирижировал Самуэл Абрамович Самосуд. Постановщиком был Николай Васильевич Смолич, художником Владимир Владимирович Дмитриев. Это был великолепный, удивительный спектакль с большим успехом, вжедший в Малом Эппаратном театре. Я очень счастлив, что сейчас Московский камерный музыкальный театр решил включить нос в свой репертуар. Получился великолепный спектакль. Всей музыкальной частью превосходно руководит талантливый Геннадий Николаевич Рождественский. Надо сказать, что постановка Бориса Александровича Покровского выше всяких похвал. Мастер там у него изобретательных каких-то вещей, юмора. И я бы сказал, не смотря на это все, и много очень глубины в этом спектакле. Я очень рад, что вы мою оперу возобновили. Мне приходилось ее видеть в Берлине, в Берлинском театре штатского опера. Там тоже была отличная постановка в музыкальном отношении. Сценически все было хорошо. Но все-таки на русском языке. Но на русском языке от петь. Но для немецкого зрителя вот моя точка зрения такая, что опера должна исполняться на том языке, на котором ее слушают. То есть если опера ставится в Берлине, то нужно ее петь по-немецки. Если опера ставится в Лондоне, то надо ее петь по-английски. В Париже-то надо петь ее по-французски. Но вот есть и другая точка зрения, особенно в Соединенных Штатах, что нужно оперу петь на том языке, на котором она написана. И сравнительно недавно, года два тому назад, я был в Лондоне и смотрел Хованщину Муссовского. В моей истории оркестровой редакции была эта самая поставлена. И пели по-русски. Хорошо пели, но все-таки и в Хованщине там, конечно, такой язык русский несколько, так сказать, не такой, как, скажем, сейчас, да еще чуть-чуть с английским акцентом. Это немножко так, это... Не то. Не то. Но сейчас особенно сейчас бывает вообще, что, скажем, приглашаются солисты, предложены иностранные, там, Кармен, там, итальянка, там, Хозе, француз. И вот так, в Казе, по французски. Да, это бывает, да, бывает. И все ходят на разных языках, а хор вообще на четвертом, на шведском. Бывает и так, да, сейчас еще это бывает и так. А что у тебя еще за фотография? Это фотографии, вот, относятся к 49-му году. Вот, ну, не можешь рассказать подробнее, как это было? Ты играешь в финал пятой Симшонии. Это на митинге было в Нью-Йорке, там, в 49-м году был американский конгресс защиту мира, туда была приглашена советская делегация, в том числе и я. Я, Борис, не очень хорошо помню подробности. А почему ты решил исполнить именно финал пятой Симфонии? А потому что это был, потому что это был, потому что это был митинг американских сторонников мира. А я, надо сказать, не знаю, почему вот решил, да, я думаю, сыграю с Херцией, с пятой Симфонии. Ах, ты с Херцией? С Херцией, я играю с Херцией, с пятой Симфонии. С Чайковского? С Чайковского? Нет, в простейшем. Из своей, значит, пятой Симфонии. В большом зале это происходило. Присутствовало много очень служителей, состоящих из американских борцов за мир. Выступали с речами. И наши делегаты, Фадеев, помню, Александр Александрович, выступали представители Соединенных Штатов. Кому-то пришло в голову, из-за американцев, что неплохо было бы, чтобы вот я, то есть, значит, композитор Шостакович создал бы что-нибудь из своих произведений. Ну, а как-то я подумал из Галдовича, с пятой, с пятой Симфонии. Из моей. Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста. А вот, это вот, видите, мне фотографии здесь. Нет, это же не зима. Вот здесь продаются билеты на седьмой Симфонии. Ну, это было героическое исполнение моей седьмой Симфонии в блокированном Ленинграде, когда город был осажден, блокирован. И это, конечно, одна из героических таких историй нашей советской музыкальной жизни, наших советских музыкантов. Был собран полностью оркестр. А ведь оркестр, ты, наверное, сам помнишь, что седьмой Симфонии, он просто... Очень большой, очень большой там, очень большой оркестр. Замечательный дирижер Карл Ильич Ильясберг продирижировал Симфонии, и прозвучала она в этом бессмертном, я бы сказал, зале Ленинградской филармонии. Это исполнение моей седьмой Симфонии вызвало очень большой отклик во всей нашей стране и у ленинградцев. Это было, конечно, незабываемое... Да, кажется, и на немцы это тоже произвело, общение с осаждённым городом на эти концерты. Да, 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 да. Это, опять же, было то, я думаю, что, несмотря на тяжелейшие условия, в которых находился город Ленинград в то время, Симфония была сыграна и потом превосходно была сыграна. Без всяких снисхождений на трудное время всё было сыграно прекрасно. Папа, а вот на этой фотографии ты скажи вот об этом, времени об этих учениках. Я занимался ещё и педагогической работой. С 37-го года по 41-й год я преподавал в Ленинградской консерватории, преподавал композицию и инструментовку. И там у меня были целый ряд, так сказать, замечательных учеников. Георгий Васильевич Сверидов, Орест Александрович Левлахов, Юрий Абрамович Левитин, Венимин Иосифович Флейшман. О нём, может быть, стоило бы несколько дольше сказать. Это молодой человек, очень талантливый. Он писал оперу-скрипка Ротшильда по Чехову и в первые же дни войны ушёл добровольцем и очень быстро погиб. Его память я свято чту. Затем я стал преподавать в Московской консерватории. Это, я думаю, фотография 46-го или 47-го года, судя по ученикам. Там Борис Чайковский, Александр Чугаев, Карен Хачатурян, Эльмира Назирова, азербайджанский композитор. Класс был очень интересный и заниматься мне было тоже с ними очень интересно. Лев Комбанеец. Интересно, что все очень талантливые композиторы и сейчас вы посмотрите. И сейчас все, как-то так это... Ну, моё личное мнение такое, что всё это зависит от таланта каждого студента, потому что если человек лишён дарования, то пусть его хоть сам Бетховен, понимаете, учит, боясь толку не будет. А вот когда люди талантливые, когда люди очень понимающие и чуткие, то, конечно, это очень приятно было. Учить у меня связано с моей педагогической работой и самые хорошие воспоминания. Потом я ещё некоторое время в Ленинградской консерватории вёл аспирантуру. Там были очень талантливые тоже аспиранты, с которыми мне приходилось заниматься. Это Борис Тищенко, Геннадий Белов, Владислав Успенский. Несколько раньше Александр Бруцаканян, несколько раньше были в числе аспирантов Галина Уствольская и другие. Аспирантами стали также и те, о которых я говорил раньше, так сказать, кончили консерваторию и стали аспирантами. Всегда, когда смотришь на фотографии, на которых изображены, что ли, события прошедших лет как-то всегда с этой стороны радостно на них смотреть, а с другой стороны, грустно. Да. Так что вот. Ну, спасибо.